До финального розыгрыша викторины на знание Конституции осталось совсем немного времени. Сколько призов еще предстоит распределить, об этом мы поговорим со Светланой Зылевич, председателем регионального отделения Ассоциации юристов России. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый день мы узнаем имена новых победителей, как реагируют люди, когда они узнают, что вот они выиграли квартиру или автомобиль. Какая вам история запомнилась больше всего? Вы знаете, почти все до конца не верят. Почти говорят, что нет, этого не может быть. Что это розыгрыш. Что это розыгрыш, что-то обманули, не может такого быть, мы никогда ничего в жизни не выигрывали. В общем-то почти реакция у всех. До последнего, пока не получают приз сам, а квартира это подписание документа и ключи, пока этого не получают, в общем-то люди не верят. Расскажите о победителях, кто они? Вот кто получает квартиры? Ну, квартиры сейчас уже побольше. Первая у нас была, почему и запомнилась больше всех, это семья из Минусинска. Юля, она работает в детском садике. У них три человека, из трех человек состоит семья. У них нет жилья своего ни в Минусинске, ни в Красноярске. Поэтому для них это было очень и очень неожиданно. Также с недоверием сначала, пока они приехали в Красноярск, пока они уже не пришли вот на Славянскую 23, пока не подписали договор и не получили ключи. Зашли затем вместе с ними мы в квартиру. Да, она увидела, очень красивый вид, седьмой этаж, вид на мост, Енисей, да слез. Плакали? Да, она плакала, и муж весь такой был, в общем, взволнованный очень. Она плачет со слезами, и мы вместе с ней, потому что действительно семья, которая трудится, и муж, и она, и не было своего жилья. Ну это, конечно, счастье большое для обычных людей, которые получают не очень, так скажем, великую зарплату, да, вдруг стать обладателем квартиры. Что еще запомнилось? Какие еще истории? Потому что это бывает не каждый день и не каждый год, когда вы становитесь организатором такого действия, которое делает людей счастливыми. Еще квартира, это бабушка, Исканска, 81 год, тоже, сын, по-моему, рассказывала что-то, сын, ей помогал заполнять и свой, и ее, значит, купон, и проверял тоже он, и говорит, что мама выиграла, не я, говорит, а ты выиграла квартиру. Вот тоже удивительно, но она сама не могла приехать, она выдала доверенность, сын, в Красноярск приехал. Машина первая была тоже, пенсионерки, которая говорит, я только на механике, она тоже не могла поверить, что они выиграли машину, автомобиль, потому что она говорит, я только на механике, механикой управляла, два года за рулем не было, но как раз это была механика, как раз, в общем-то, то, что ей нужно было. Вот, еще машина была из Ужура, человеку, который, в общем-то, она там тоже нужна, это Нива как раз, выпала, что это автомобиль Нива, он увидел, очень обрадовался. Светлана, хочу задать вопрос, который мучает, я думаю, не одну меня, а многих и многих людей, насколько честно происходит розыгрыш, потому что всегда, когда какая-то викторина или вот что-то подобное, всегда там, ну, конечно, конечно, там выигрывают какие-то специальные люди. Вот, как вы можете доказать, я понимаю, что вопрос такой риторический на самом деле, да, что розыгрыш проходит честно. Знаете, сначала говорили, что призы, это просто выдумка, ну, просто говорят, что призы будут, что призов не будет. Да, да. Призы есть, убедились. Значит, вытянуть те специально, кто нужен, только нужные люди, которые уже заранее там определены, известны, между собой распределили, что будут зря деньги выкидывать. Вот они, значит, эти деньги вложили, чтобы самим же себе и получить. Так. По положению, ни организаторам мы, совет ассоциации, ни исполнительный комитет ассоциации, ни мы, ни члены нашей семьи не можем участвовать в викторине и получать эти призы. Это первое. Во-вторых, все проходит действительно открыто и честно, на глазах у всех, кто смотрит в прямом эфире. Значит, говорят, как это вы успели, вот вчера, значит, мы заполнили этот купон, как он уже утром оказался и почему-то, каким он образом, этот номер оказался вот уже в прямом, в этом не барабане, вот в этой вот таре специальной. Действительно, мы еще просто напоминали, говорили всем, обязательно, чтобы сканировался тот купон, остаток купона, который остается в тебе, у активиста, есть у волонтера приложение к телефону, чтобы он попал в электронную базу. Обязательно необходимо, чтобы он сканировали его. И там, где забыли это сделать, нужно просто напомнить, что отсканируйте мой, пожалуйста, корешок, который у меня остался, чтобы он попал в электронную базу и затем был вот в этом нашем барабане, таком условном, для розыгрыша. В течение ночи вот эти вырезаются все, что попало в электронную базу и к 6 утра привозятся запечатанные на Енисей регион. И там в прямом эфире перемешиваются, да. То есть этот номерок в первом розыгрыше я вытаскивала квартиру, от которой Юлия из Минусинска досталась. Это все члены ассоциации, члены совета ассоциации, члены комиссии. И каждый из них, кто-то, конечно, мне сложнее было перемешать все вот эти номера. Мужчинам нашим проще было, допустим, их и дотянуться. Но, тем не менее, это совершенно случайно. Это абсолютно. Мы показываем на камеру, записываем, ведущие их себе переписывают. Мы тут же выставляем на сайт викторины, опечатываем все те, которые выиграли. Они у нас в любой момент, можно их проверить. Светлана, сколько еще призов осталось? Я знаю, что будет какой-то супермасштабный розыгрыш. Вот расскажите, что это будет, какие еще призы нам предстоит. Завтра еще будет розыгрыш. Это будет одна квартира, один автомобиль и пять смартфонов. И заключительный будет этап розыгрыша. Это как раз после первого числа, когда последний день, когда можно будет все-таки еще заполнить эти купоны. То есть последний день, 1 июля, когда можно будет. Когда можно будет принять участие в викторине, смогут это сделать. Можно заполнить их и еще раз, как я говорила, проследить, чтобы обязательно отсканировали. И можно будет поучаствовать в последний день розыгрыша. Это будет 3 июля. Когда будут как раз таки разыгрываться 4 квартиры, 4 автомобиля и оставшиеся 20 смартфонов. Я так думаю, что для тех людей, которые все-таки вот эти главные призы смогут выиграть, это станет сказкой наяву, которая все-таки есть. Есть место сказки в нашей жизни. Да, я думаю, что да. Пусть удача сопутствует тем, кто принимает участие в викторине. Вот есть люди, которым действительно это выпало. Еще один вопрос. Все-таки кто и зачем придумал эту викторину? Давайте уже... Я понимаю, что журналисты вас много раз спрашивали об этом. Да, опять же, там много слухов, разговоров и так далее. Четко, ясно, кто и зачем придумал эту викторину? Эта викторина – социально-познавательный, образовательный проект. Для того, чтобы изучить это слишком сложной, высоко сказанной институцию, хотя бы прочитать, хотя бы ознакомиться с Конституцией, чтобы понимать, что это основной закон наш, что именно в Конституции изложены основные права твои, которые действительно могут, зная ее, защитить тебя. Право на судебную защиту, право на наследование. Это все изложено в Конституции. Именно в Конституции написано, что лишить тебе права собственности можно только в судебном порядке. Не могут просто прийти, изъять, забрать. Если изымается в государственных нуждах, это обязательно с компенсацией соответствующей. Вот это все, представляете себе, это все изложено в нашей Конституции. Она небольшая, всего 137 статей, написана простым, доступным языком. И вот для того, чтобы люди знали о своих правах, хотя бы, чтобы прочитали, был придуман вот этот вот социальный проект на знание Конституции. Но все-таки правильность ответов не учитывается, да? Нет, нет, потому что у нас и не будет возможность. Главное, ответить на все пять вопросов. Они не сложные. Можно же взять бланк, отойти, прочитать, зайти домой, вернуться, заглянуть в интернет, подумать и ответить на эти вопросы. Главное, чтобы были ответы на все пять вопросов. И последний вопрос. Людям нужно будет заплатить налог, который получит квартиру, автомобиль или смартфон? Да, конечно, налог. Правда, он меньше, чем есть налог за викторину коммерческую. Это 35%. Но здесь, так как у нас викторина не коммерческая, социальная, поэтому налог 13%. Он большой, не маленький, но есть время и подкопить деньги, подумать, есть у тебя возможность оплатить налог этот или нет. Это на следующем году, он оплачивается в следующем году. Ясно. Светлана, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на эти вопросы. Пусть Ассоциация Юристов не останавливается, а проводит подобные викторины как можно чаще. Спасибо. Спасибо вам. У нас в гостях была Светлана Залевич, председатель регионального отделения Ассоциации Юристов России.